С глаз долой. Карагандинцы не первый год жалуются на хозяйственный беспредел в укромном месте между центральным парком и бизнес-домами в центре города. Зловоние, разносящиеся по округе, не дает покоя горожанам. Подробнее расскажет Ирина Вобещевич. Это словами не передать. Отсюда хочется просто бежать. Не идти в парк, а бежать из парка. Не первый раз жители города поднимают вопрос зловоний в центральном парке. Причина их кроется в зарослях. Именно отсюда вытекает канализация наружу, отравляя не только воздух вокруг, но и почву. Канализация со стороны Акжалтая, Азии, она вытекает из колодцев и течет к входу, который идет в парк. Александр сразу начал звонить в Караганды-Су, полагая, что за всю канализацию в городе отвечает водный монополист. Мы неоднократно выдавали предписание. Он не на нашем балансе колодец, колодец ведомственный, на юрлицо. Юрлицо в курсе этой проблемы. И вот по нашей информации, которая у нас имеется, 25 октября они уже своими силами выполняли очистку, прочистку засора. Колодцы имеют огромную нагрузку, с которой не справляются. Сюда стекает канализация со многих торговых домов. Еще и мойка появилась. Любой прочистки хватает максимум на неделю. А предпринимателя и водный монополист не имеет полномочий даже оштрафовать. Передать в Караганды-Су либо Акима должен как-то этим вопросом заниматься постоянно. То есть это контролировать, это надо предпринимателей, аудиты какие-то проводить соответствующие. Местные предприниматели, в частности детский спорткомплекс и бывший мир фантазии, облюбовали это место еще и для вываливания мусора из золы. Вся территория здесь за несколько лет покрыта толстым слоем выгребов из печек. За такое любому участнику давно бы уже влепили штраф. А тут в центре Караганды и полная анархия. Мы обратились в управление парками. Почему они не следят за своей территорией? Нам пояснили, что территория не относится к зоне парка.